Характер у Киры живой, предприимчивый, открытый и смелый. А тут еще нашелся такой легкий товарищ и союзник, как дядя Аркадий. Ее мама, сестра живой дяди Аркадия, только пожимала плечами и говорила в нос. Нет, Аркадий, ты мне Кирычу в конец испортишь. А остальных взрослых мы называли они. Дядя Аркадий и Кира не только тесно и нежно подружились, но из-за материнских выговоров стали как бы заговорщиками. Свой у них появился язык и свои маленькие секреты. Ну разве взрослые могли догадаться, что в этом маленьком и смешном союзе дядя Аркадий потерял не только свое имя и отчество, но и родственное звание дяди. Он носил загадочное имя Феофан. Однажды Аркадий прочитал Кири детские стишки. Там, между прочим, были две смешные строчки. С Феофаном шутки плохи. Он не любит, если блохи. Эти строчки остались в памяти и так часто повторялись вслух, что взрослые вышли наконец из терпения. Доставьте вы вашего дурацкого Феофана! Надоели! Но однажды Кира вдруг вытрощила глаза и спросила, а почему он не любит, если... Не знаю, не знаю. А ты его видел? Всегда вижу. Где? У нас дома. А я его видела? Всегда видишь. А теперь? И теперь. Кира закусила нижнюю губу и спросила доверчивым шепотом. Скажи, может, ты и есть Феофан? Дядя догнулся к ним маленькому ушку и сказал, да, Кирочка, это я, Феофан, но только им знать не нужно, понимаешь? Пусть это будет между нами маленьким секретом, понимаешь? Каждый день перед завтраком они выходили вдвоем на прогулку и заставали Сталинку и бабушку с тележкой зеленью. К тележке звук был обычно привязан большой черный Пудин. Он яроц наваял, после отдыхал, умиленно щуя глаза, дрожа с высунутым красным языком. Милый Феофан, сказала однажды Кира, я поняла, почему Пудин лает. Он голодный и просит покушать. Возможно. Давай пойдем на кухню и посмотрим для него что-нибудь. Согласился Феофан. Нашли кусок вчерашнего пирога с мясом. Собака вмиг его проглотила и в знак благодарности залаяла, отчаянно весело. Так у них с этого дня и повелось. Выходя на прогулку, непременно захватить с собой какое-нибудь угощение. Случилось так, что Феофан был утром занят. Ну как же так, протянула Кира. Пудин на нас обидится. Кстати, ты когда пойдешь гулять с горничной, возьми на кухне косточку и передай ему от меня привет. Через два часа погуляв, Кира вернулась домой. Ну что, Кира? Спросил он. Отдала косточку? Да, Феофан, он был очень доволен. И что же он сказал? Он сказал... Знаешь, он ничего не сказал. Ну да, удивительно. И что же он делал? Ничего, только хвостом помахал. Ага, хвостом! Кира, это же и есть пуделиный язык. Пудели только хвостом разговаривают. Хвостом? Истинная правда. Ну-ка, покажи, как он делал. Кира быстро показала. Так, 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 так и так. Кирочка, это значит, спасибо тебе большое. А потом он еще так замахал. Так, 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 так и так. А это значит, передай привет от меня, Феофан. Ах, как прекрасно! С тех пор и вошел к Феофану с Кирой в моду пуделиный язык. Однажды к ним приехала очень важная знакомая барыня. Она любила изысканный стол. Была эта дама чересчур полна. Кирочки так и хотелось ее обижать, сколько будет шагов. И, пользуясь некоторыми секундами, она обходила ее. И висела у этой дамы на груди большая брошка. И когда она говорила, брошка подпрыгивала. А говорила она часто, без остановки. И других не слушала. Кире было скучно. И так хотела задать Феофану вопрос на пуделином языке. И, пользуясь некоторыми секундами, она чертила в воздухе ломаные линия. И вдруг, позабыв про всякую издержанность, Кира громко сказала. Да, дядька же Феофан, я тебе говорю-говорю, а ты все не слышишь. Смотри! Кира опять в кровом на чертиле в воздухе ломаные линии. Оставь, Кира, я ничего не понимаю. Ах, не понимаешь, да? Да все ты прекрасно понимаешь. Я же у тебя спросила, почему у этой тети на груди такая большая кавелка, чтобы ей суп на платье не капал, да? Все замолчали. Наступила полная тишина. Дама, наконец, эта толстая дама сказала дрожащим голосом. Какая милая девочка! Дама уехала. Ну и улетела же обоим за путеменный язык. И ничего дурного я не сделала. А дама ваша глупая, толстая и противная. На это последовал краткий выговор мамы. В угол носа марс! Ну и пойду. А дама ваша дура. Кира пошла в угол. Через некоторое обление к ней подошел Феофан. Ну что, Феофан? Спросила Кира шепотом. Да вот, пришел с тобой носом постоять. Мы оба виноваты. Мама, сильно сердитые? Нет, но только вместо субботы вы едете завтра. Девочка прижалась к дяде. Феофан, давай в последний раз поговорим на пуделином языке. Смотри, что я написала на стене. А, знаю. Ты никогда обо мне не забудешь. Ну а теперь ты скажи мне что-нибудь. Зачем говорить? Ты же и так знаешь, что никогда не забуду. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.